Добрый день, зрители и подписчики! Сегодня у меня будет повторный обзор на джинсовку, которая пришла от Николая Мысина, от нашего подписчика. Это у нас джинсовка производства компании Brave Star Salvage из США, из города Лос-Анджелес. И сшита эта джинсовка, модель Iron Sad Jacket из тяжелого денима Slabinoxious 2. Это у нас Slabinoxious Denim, производства Японии. Окраска натуральной Миндиго, крупное плетение и очень интересный сам по себе деним. Наверное, вы помните тот ролик, когда я снимал прошлой весной, как раз обзор на эту куртку. Тогда она была ношена всего лишь 4 месяца и не было ни одной стирки. Сейчас же получается 6 месяцев ношения и одна стирка. И вот как она выглядит. Давайте я приближу, чтобы вы могли лучше рассмотреть. Снимаю я с рук, поэтому не ругайте, что картинка гуляет. Всегда плохо неудобно снимать, когда крупные вещи типа джинсовок и различных курток. Вот потертости у нас Fade, так называемый. Так как этот деним у нас быстро Fade, это было даже заявлено производителем, кто не знает и кто видит это в первый раз. В принципе, почти весь супер тяжелый деним быстро Fade, за счет того, что очень жесткая и плотная ткань, и быстро она начинает затираться в местах большего напряжения. Как видите, у нас пуговицы болты. Как раз они у нас без брендирования, но в классическом стиле сделаны венки со звездочкой. Эту фурнитуру всю для компании Брея Стар Сэлвич производит одна компания в Кентукки. Кожаный патч из коричневой коровьей кожи. Видите, он тоже у нас такой затертый здесь. Рисунок уже плохо очень просматривается. Логотип компании Брея Стар Сэлвич производит тоже по заказу компания из Лос-Анджелеса. Видите, указан размер L. Сверху мы видим петельку с кромкой Сэлвиджа, для того, чтобы можно было ее повесить, эту куртку. Итак, переходим к низу. У нас всего на этой куртке 4 кармана получаются. Два верхних для документов, можно так сказать, и два врезных снизу для рук. Так, кармашки вот. Ну вот, моя, например, рука вот так вот туда входит, в принципе. Деним очень грубоватый такой получается, ну потому что он очень толстый, сам по себе очень плотный, и сам по себе этот деним жестковатый, в отличие от других подобных денимов, такой же плотности, из-за того, что здесь использованы нити крупного сечения, и вот, получился вот такой деним сам по себе. Как вы видите, вот у нас кармашки верхние. Все-таки жесткий деним, поэтому тяжело расстегиваться. и вот такой вывес. Карманы вот такие. Рука у меня такая средняя, но в принципе залазит. Давайте я сейчас ее переверну и посмотрим, что у нас сзади. Итак, что мы с вами видим сзади. Сверху, как раз напротив кожаного патча, посередине, вышитая звезда. Это значок компании Брейс Стар Селлэдж. Именно вышитые они всегда вышивают. Могут быть звезда вышита, если на черных джинсах. Или вот такого цвета, или черного. Если деним у нас с обоих сторон черный. И уток черный, и сам. И еще называют дабл-блэк. На синим же дениме цвета Индигу на классике всегда вот именно такого цвета звезды. На куртках всегда обычно там сверху, а на джинсах на заднем правом кармане с правой стороны. Так. Наши рукава. манжета рукава. Тоже потертая, как вы видите. Все прошито. Пуговица-болт. Вот у нас хлястики. Это чтобы подгонять куртку по своему размеру. Как вы видите, две пуговицы-болта с каждой стороны. И с каждой стороны хлястик. Но кромка Селлэджа только на одном хлястике с левой стороны. как вы видите, в кромку Селлэджа вплетена красная нить-индификатор этого Селлэджа. Воротник. Воротник сам по себе плотный и очень прикольный. Ну, очень интересно смотрится. Тем более, деним, как вы видите, очень своеобразный сам по себе. Вот этот рисунок на дениме такими вот полосами это называется Тейт-Очень. То есть вертикальные водопады. И за счет этого, когда начинает истираться этот деним, получается очень-очень красивая картинка. И сам по себе деним выглядит очень-очень красиво. У этой куртки ношение не такое долгое. Одна стирка, но фейт уже присутствует. Как я говорил ранее, каждый плотный деним очень быстро фейдит за счет своей плотности. Он быстро изнашивается в местах напряжения. Перевернем снова. Сейчас я ненадолго отключусь. Куртку расстегну, чтобы можно было посмотреть, что у нас внутри. Итак, я курточку расстегнул и сейчас посмотрим, что у нее внутри. Итак, открываем. И что мы с вами здесь видим. Вот у нас идет по внутренней стороне кромка селведжа с плетеной нитью идентификатором с красной плетеной нитью. Внутренняя сторона карманов, что нагрудных, что нижних под руки. И самое интересное, что, как вот заметил, многие известные компании не используют, например, как китайцы или турки мешковину такую же, как и они используют на мешковину карманов на джинсы. Здесь они используют тот же самый деним, такой же плотный. И в принципе это очень хорошо, то, что карманы не порвутся, не струтся и все подобное. Но не всем это, конечно, нравится, то, что карманы получаются в итоге жесткие, но в принципе на вкус и цвет, как говорится, все люди разные, кому-то нравится, кому-то нет. Но вот эти нижние карманы для рук можно использовать как еще дополнительные карманы, в принципе, только внутренние карманы, потому что здесь сверх, как вы видите, не прошито и поэтому есть возможность что-то положить. В молодости помню, когда еще до армии мы молодыми пацанами бегали в подобных джинсовках, джинсовки были, конечно же, китайского или турецкого производителя, до армии мы как раз покупали пиво и ложили бутылки туда закладывали, когда выходили из магазина. Это получается были бутылки пол-литровой чебурашки, можно и баночное пиво было засунуть, в принципе, оно было намного дороже. после армии у меня джинсовки не было, как-то мне это не напрягало. И вот, как вы видите, все у нас здесь хорошенько прошито. Конечно, присутствуют потертости, как вы видите, с внутренней стороны. Уток у нас вот такой, слабен, эффект, конечно же, видно в дениме, то, что прослабленные нити. Вот такой деним. Размер L, кожаный патч. И вот здесь у нас еще, как вы видите, присутствует ярлычок. Конечно, он уже все затертый, практически ничего не видно, хотя нет, видно. Давайте прочитаем. 100% хлопок, Iron Set Jacket, Braystar Selvage, для лучших результатов стирать через 6 месяцев в холодной воде. И, конечно же, нашивочка, которая сообщает, что это изделие произведено в США. Вот так вот. Вот такая курточка, произведенная компанией Braystar Selvage из японского тяжелого денима, Xlabinoxius 2, плотностью 22, унции Neyart. Также вставлю фотографии, как эта куртка выглядела на мне, когда я в первый раз ее присылал Николай, я то одел фотографии, чтобы мы могли ее оценить, как она смотрится на человеке. Музыка. 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 Потому что многие требуют именно по фотографии, потому что не могут понять, как это выглядит но потертости вы сами видите фейд вот такой тяжелый деним быстрее фейдит, чем обычный ввиду того, что он плотный и быстро трется из-за своей плотности так что за картинку не ругайтесь что она вот так вот гуляет, потому что снимаю я с рук потому что все-таки большие изделия типа курток снимать просто неудобно если они будут просто стоять на штаке ну в принципе на этом и все свой ролик я заканчиваю все кому понравилось видео ставим лайки и подписываемся на мой канал ну и все, всем пока, счастливо